Частные детские сады. Частные детские сады. Группа инициативная представляет проект, рисует его, обосновывает, предъявляет смертно-бюджетные расходы на осуществление этого проекта, предъявляет его в Минэкономике Республики Калмыкия. Дальше мы рассматриваем этот проект. В этот проект что нужно включить? Я вот сейчас Мельком спросил Басаму Борисовича, если здание муниципальное, конечно, нечастное, дорого будет, здесь заброшенные дома какие-то, со дворами или еще что-то, мы пришли с парнями, посмотрели, здесь окна надо заменить, надо купить автономное оборудование, воду провести, надо колодец выкопать, надо высадить там, ну там, мебель какую-то приобрести для не только вот тех семнадцати, которые сегодня есть на Энкохине, но которые завтра может появиться, может быть, второго, третьего с женой заходить и родить, почему бы нет, если не возить, не нужно будет вылистывать, а здесь, здесь наверняка есть молодые мамочки, которые вместе с удовольствием посидят и со своими, и с чужими ребятами, еще и платить живо будет. Что делает государство? Помимо предоставления единовременного денежного пособия, так называемого, грамма, там от трех до полутора миллионов, ой, извиняюсь, от 150 до полутора миллионов рублей, по этой программе, подчеркиваю, по этой. Это не происходит, я просто могу вам сказать. А ты пробовал? Конечно, мы пробовали. Имеясь, имеясь... Да, вот это уже предметно. И на отчествах того, кто тебе отказал, и какой проект, как назывался, по частному детскому саду в поселке Ревятахин. Ребята подают документы, бизнес-планы на субсидии. Одну секунду. По частным детским садам. Ты говоришь, этого не происходит. Ты ответственно заявляешь? Потому что не предоставляют они. Назови фамилию. Проект и детский сад. Где, в каком поселке, на какой улице города Элисты в этом отказано было Министерство экономики? Ну я не знаю. Я честно говоря... Нет, ну ты же ответственно говоришь. Я хочу сказать то, что в прошлом году, в 2013 году было объявление о том, что в мэрии города Элисты отдел молодежи, отдел образования, кажется, предоставлял грант именно детским садам и краеведческим предпринимателям. Они говорили, что будут представлять в феврале месяце эти гранты. Люди начали документы собирать, потом начали говорить на весну. Это по городу. Да. И в итоге ничего не произошло. Назови мне конкретно проект, фамилию, кто подавал такую заявку. По городу. Сможешь? Ладно, сейчас не надо нам скидку. Сейчас не сможешь. Хорошо. Вот телефон моей приемной, здесь сидит мои помощники. Просто Алексей Мурасов, нет? Нет, подожди. Мы же с тобой по мужски разговариваем. Правильно? Конечно. Конкретно разговариваем. Нет, вот такой вопрос к вам. Вы можете нам посодействовать? Я же тебе и объясняю. Это просто получается... Нет, стоп. Давай говорить ответственно. Я за свой базар отвечу. Я вот отвечаю за каждое слово, которое я здесь произношу перед вами. Когда вы говорите, тоже прошу со мной разговаривать предметом. Вот, допустим, у меня друг Саня Бадмаев в прошлом году подавал такую-такую-такую-то заявку, ему отказали. Протокол, как в фильме говорят, сдал, принял подпись протокола. Тогда я буду делать вывод и буду принимать решение и меры. Так говорит. Вот я знаю, там-то отказали, тут-то отказали, здесь послали, это не базар. Одну секунду, ты же обещал дать мне возможность высказаться. Я же тебя не перебивал. Вот давай разговаривать предметом. Если такие факты и случаи есть, вот здесь мои помощники, здесь в моей приемной всегда открыта дверь конкретное письмо с конкретным фактом. Вот от твоего друга или кто-то из знакомых, кто такой случай имел. Пожалуйста. Я буду разбираться. А теперь по делу. Мы же договорились о прошлом, если такие факты есть, я приму решение и меры. А теперь о сегодняшнем дне и о будущем. Я говорил тебе про республиканские программы, которые работают через Министерство экономики и республики. Про гранты. Про то, что мы сегодня на республиканском уровне во-первых, берем на себя помимо грантов еще и льготу, потому что мы от налогов освобождаем. Это раз. Помещение муниципальное арендную плату платить не будете. Это два. Третье. Коммунальные платежи. Свет, газ, вода. Детишкам нужно готовить же, правильно? Они телевизор и мультики должны смотреть. Тоже платить не будете. И четвертое. Мы берем на себя возможности соучастия в ремонте этого здания. Если вот этого гранта вам реально не будет хватать для того, чтобы запустить это предприятие. Частное подчет. Это называется государственное частное партнерство. Вот тут я еще раз повторю то, чего начали. Надо отвечать и говорить ответственно за каждое свое слово. Вот я говорю, если у вас на Интахина или, неважно, с Елматы, с Чагарты, с Верхнего Яшку, есть такие люди с такими проектами, которые приходят и говорят конкретно там на улице Бадмаева, на улице Каляева стоит дом, заверенный сельским муниципальным образованием, что этот дом в таком состоянии, требуется такой-то, такой-то ремонт, наш проект столько-столько стоит, мы его пропускаем через конкурс, получая эти гранты и вперед. Удовлетворяет тебя мой ответ? Не совсем. Хорошо. Давай, в чем не удовлетворяем, скажи. На сегодняшний день опять-таки возвращаемся к селу. У нас здесь нет такого количества людей, которые могли бы зарабатывать какую-то сумму, чтобы потом платить этим людям зарплату, проводить свой счет потом этот... Я же сказал про мам, который готов взять на себя. Никто же не говорит про сумасшедшие деньги. 200-300 рублей в месяц, что это, трудно? Алексей Маратович, у нас на сегодняшний день безработица здесь. Раз. Второй вопрос. Семьи неполные в любом смысле такого или вообще производства. Хорошо. Согласен. Принимается. Мы готовы взять на себя ставку у воспитателя здесь у вас. Не проблема. Школы же есть? Есть. Мы возьмем еще одну ставку через Минобус для так называемого преподавателя дошкольного образования. Я думаю, стартовая, еще раз почему-то, стартовая, грубо говоря, если даже этот проект это реализуется и получится получить грант на капитальный ремонт и чтобы можно было этот садик запустить. Даже если не хватит каких-то средств я думаю люди помогут. Но в дальнейшем существовать и работать к этому садику за свой счет проводить текущие капитальные ремонты, готовиться к зиме, проводить переоборудование, дополнительные какие-то технологии или что-то такое нужно будет. Создание санкт-пенгенсатора или новое строить. Вот эти вопросы они все как бы если федеральный бюджет выделяете средства на капитальные ремонт садика города там и так далее а сегодняшний получается я мне 32 года я полностью согласен полностью согласен с вашим ответом что люди получают это какие-то они получают какие-то суммы они на старте получают средства капитала и начинают ради вас но это на самом деле нелегко предприниматель нести на себе этот телег вытащить и более в селе именно своими средствами поэтому я вам изначально задал вопрос это я понимаю то что государство создает условия есть программы республиканские федеральные на поддержку развития и реализации каких-то там проектов но это только стартовая понимаете дети будут ходить в садик переходить в школу будут новые дети новые родители вот ты мне скажи вот этот стакан он полупустой или полуполу? это может по-разному ответить нет я тебя на кресле спрашиваю он может быть не полупустой а может полуполу ты первый назвал а для меня он полуполу потому что ты пессимист еще садика нет вообще не то что даже построено в проекте а ты уже сейчас разговариваешь о том что будет тогда когда он будет построен и стоять 17 детишек туда будут ходить там воспитатель будет со ставкой государственную зарплату получать а понадобится ремонт телевизор или там горшки купить надо сначала сделать я понимаю я просто вам специально просто сказал есть какие вы сможете помочь если нет так я же сказал об этом же я не знаю сейчас мы с тобой беседуем государство тоже участвовало понимаете сейчас мы с тобой уже говорим все нас сидят слушают молотя давай лучше другой вопрос не нет